В Люберцах прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. На этот раз местом её проведения стала восьмая школа на улице электрификации. На вопросы люберчан отвечали представители администрации, а также Министерство Московской области. Подробности далее. Жители дома 1, корпус 2 по первому Панковскому проезду пришли на встречу с представителями администрации большой командой. Их волнует заденувшийся ремонт фасада. По их словам, работы, которые стартовали в июне, сейчас приостановлены. За 4 месяца сделано всего 50% фасада. Они по срокам должны закончить нам ремонт 20 ноября этого года. За полтора месяца они не успеют просто физически этого сделать. Сроки затягиваются, мы переживаем. Поэтому мы здесь сегодня все собрались. Мы хотим гарантии какие-то, потому что сейчас нам наобещают, опять как обычно это бывает, и потом нам ничего не сделают. Гарантии жители получили. Лично от главы городского округа Владимира Волкова. Сроки обозначил руководитель. Мы будем дополнительно теперь этот фасад контролировать. Их срыв не было. Я вам гарантирую, что у вас фасад дома будет закончен на время месяца. Еще один вопрос, связанный с ЖКХ. Состояние подъезда в МКД по улице электрификации. Жители 27-го дома пожаловались на отсутствие уборки. Меня месяц не было, я вернулась. То же самое, только еще помноженное на два. Ничего не убирается. Ни подъезды, ни двор. Мусор по кругу, везде и всюду. Так как на выездной администрации мы широко представлены, вместе со мной присутствует и директор управляющей компании, и подрядная организация на территории, на которой проходит выездная администрация. Мы непосредственно тут же дали поручение. Завтра уже будет выход на этот адрес, порядок будет наведен, и фотоотчет представлен воды с администрацией. И мы эту ситуацию контролируем до последнего. В работе выездной администрации принял участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. Вопрос, который адресовали ему жители округа, коснулся здания детской школы искусств номер 3. В 2018 году его признали аварийным. Сейчас занятия проходят на базе 8-й школы. При поддержке правительства учреждения дополнительного образования включат в программу капремонта на следующий год. Луиса Игия Зарян, Пётр Пономаренко, Люберецкое телевидение.